Пес по кличке Тарасик попал в московский Кожуховский приют целых 6 лет назад. Его, молодого щенка, сразу же поместили в отдельный зимний загон, в котором нет окон. В этом заточении Тарасик провел почти весь срок пребывания в приюте, но в 2020 году его обнаружили в карантинном вольере. С того момента судьба пса начала меняться. Тарасик был диким и необщительным, не подпускал к себе людей, норовил укусить за руку при попытке погладить. Он принимал еду и не выходил из своего загона. За весь период проживания пса, в приюте на него обращали внимание пару раз, но никто не решился забрать такого одичавшего питомца. Всего в Кожуховском приюте содержится около 2700 собак и почти 300 кошек. Сотрудники занимаются своими подопечными. На каждом работника приходится по одному сектору, включающему до 100 бездомных зверей. У Тарасика тоже есть волонтер Алина, и она регулярно меняет на стил зимника, так называется зимний крытый вольер, приносит воду и еду. Но выходить на прогулки пес до недавнего времени отказывался. Постепенно Тарасик стал привыкать к людям. Он пустил в свой мини-дом фотографа Татьяну и ее дочь. Серия фотографий была выложена в личном приютском аккаунте собаки и привлекла внимание. Тарасику перечисляли деньги неравнодушные люди, и средств хватало не только на его содержание, но и на других собак. В октябре 2020 Тарасик был переведен из своего одиночного вольера в клетку, вместе с двумя другими собаками Милкой и Дымкой. С более контактной Дымкой пес научился выходить из вольера. А Милка оберегала своего соседа, согревала в холода и закрывала собой при малейшей опасности. В ноябре Тарасик вместе со своими двумя соседками впервые вышел на прогулку по большой общей территории. Сначала он опасался, двигался осторожно, постоянно поджимал хвост и уши из-за страха. Но потом Тарасик начал резвиться и радоваться долгожданной и давно забытой свободе. А еще пес, который раньше был забитым и тихим, научился лаять вместе с другими жителями приюта. На данный момент для Тарасика ищут друга человека, готовы принимать участие в судьбе пса, гулять с ним и выделять средства на содержание. Быть может, Тарасика удастся забрать из приюта и приучить к домашней жизни. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.